Всем привет! С вами канал Готовим Дома и готовим мы с вами сегодня необычный десерт, который называется яйцо страуса. Состоять наш десерт будет из двух видов крема, нежный сливочный и фруктовый. Готовится очень просто, получается вкусный нежный десерт. Таким десертом вы можете побаловать не только своих деток, но и взрослых. Давайте приготовим! И вот такие простые продукты мне сегодня понадобятся для приготовления. Одновременно будем варить два слоя для нашего десерта, апельсиновый и сливочный. Для этого нам понадобятся две кастрюльки. В каждую из кастрюлек отправляем подготовленный сахар, крахмал и для сливочного слоя нам еще понадобится ванилин. И теперь нам необходимо все тщательно перемешать до полного растворения комочков при помощи венчика. Ставим обе кастрюльки на огонь и доводим до кипения. Периодически помешиваем, чтобы масса у нас не пригорала. Апельсиновый крем будем варить после закипания примерно 4-5 минут. Сливочный крем варим немного меньше. Смотрим по консистенции. Оба крема у нас должны загустеть, но в то же время они должны остаться такой льющейся консистенции. Примерно как жирный кефир. В итоге я покажу, что должно получиться. Горячий крем заливаем в какую-нибудь круглую миску. Сначала заливаем белый крем. Посмотрите, он вот такой вот льющейся консистенции, но такой густоватый. Следом прямо в центр вливаем желтый апельсиновый крем. Слои перемешивать не нужно. Теперь десерт в таком виде накрываем крышкой и дадим ему полностью остыть при комнатной температуре. Когда десерт у нас полностью остынет, уберем его в холодильник, потому что любой десерт вкуснее, когда он в холодном виде. Десерт у нас постоял ночь в холодильнике. Мы его извлекли из миски и теперь сверху для подачи посыпаем кокосовой стружкой. Вот что у нас с вами в итоге получилось. И давайте теперь разрежем наш десерт и посмотрим, как он выглядит внутри. Вот такое яйцо страуса у нас получилось. Необычный десерт, несмотря на кажущуюся сложность, готовится он очень просто. На приготовление уходит буквально 15 минут. Единственное, нужно подождать, пока десерт полностью охладится. Попробуйте приготовить для разнообразия. Ну а я с вами на сегодня прощаю и желаю вам приятного чаепития и хорошего настроения. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки, если понравился рецепт и пишите ваши комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok